а запускается и сегодня спонтанную совершенно решила провести трансляцию поделиться с вами последними мыслями осознаниями на тему любовь и социум социум до с внутри заключающие слова ум так ну может быть немножко буду сумбурно сегодня говорится я конечно планчик накидала но сильно не готовилась просто знаете поделюсь вижу что вы присоединяете всем радом провожу последнее время довольно много сессий и исцеляющих и диагностических и очень большой процент ко мне приходит девушек хотя кстати пошли мужчина что меня тоже очень радует мужчины приходите приходите на диагностики приходите на исцеление и очень большой процент запросов это отношения причем что я вижу два варианта до развития событий первый вариант это когда приходят девчонки женщины и тема такая что мы любим друг друга уже много лет но никак не можем соединиться и второй вариант противоположный это живу в отношениях муж хороший все целом вроде хорошо или не очень хорошо но любви нету но живем непонятно зачем и в связи со всем этим и в связи с тем что я сама сейчас проживаю знаете все больше ко мне приходит такое ощущение осознание что сейчас очень важно раскрывать вот эту вот энергию безусловной любви что просто уж я не знаю там откуда из космоса из нашего подсознания вот потоками идет эта энергия безусловной любви и очень важно во первых понимать что происходит и не блокировать вот эти потоки потому что там где мы начинаем их блокировать препятствует там где включаются программы эго там начинаются сложности страдания боли прочее так если у вас антос привет ты прям мой постоянный служитель рада огонь вот соответственно соответственно вот смотрите сегодня буквально я без имен друзья да ничего никакие там особо подробности не буду раскрывать но сегодня вот прекрасно девушка тоже пришла давно уже в отношениях вместе встречаемся но никак не можем сойтись почему не можем сойтись а все время что-то мешают а то у меня какие-то обиды то он мне что-то там наговорил и не знаю что делать вообще не понимаю хочу наверное хочу расстаться я уже по голосу энергетика считывается уже быстро до опыта мне уже много я чувствую что там есть энергия в отношении что там есть любовь в отношении но вот эго начинает знаете все портить вот эти вот программы какие-то детские обидки и она мне говорит хочу расстаться и я переспрашиваю это правда ответ нет и текут слезы вот вы понимаете насколько насколько важно работать с собой и разбираться со всеми этими детскими травмами программами блоками страхами просто чтобы пропускать свободно эти потоки любви воссоединяться со своими любимыми и не портить жизни себе не другим до жить в кайфе а следующая ситуация а еще там тоже интересный момент уже прозвучал что вот мы общаемся причем тоже так знаете вот мужчина тоже такие интересные он мне значит говорит мне нужен от тебя только секс и 20 лет в режим 20 лет мужчина говорит мне нужен от тебя только секс 20 лет мужчина при этом постоянно на связи со своем напишем то есть мужчина бывает очень прикольные они бывают что не могут сказать нормально открыто женщине что блин люблю я тебя да вот эти опять же бега программы разнообразные там страхи и прочее мешают и вот так смешно а я она расскажет а я чувствую что просто там любовь между ними течет и мы потом поговорили на гряда и он не признавался что вот ты для меня вот никак все равно ты самый лучший ты единственный но мне нужен для тебя только отец только секс и она тоже призналась туда никого не хочу за все эти годы никого другого не вижу вот 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 еще из ситуации да да еще такой вариант тоже интересные встречается и вот тоже девушка была на сессе уже вместе уже живут детки и мой вроде как мужчина и бывают такие высокие состояния но постоянно срач постоянно ссоры постоянно конфликты то есть то же самое да есть любовь есть энергия но вот эти все эго программы почему еще говорю социум потому что это то что мы набрали из социума то что мы набрали из окружения и очень большой конфликт вообще наблюдается сейчас между вот этой чистой высокой энергии безусловной любви и вот этими всеми старыми матричными программами и вот этим социумом скажем так который уже устарел который сейчас активно меняется и очень многие сейчас попадают или застревают в этих конфликтов когда душа уже хочет одного а вот эти программы внутри тормозят и социум снаружи тормозить значит второй вариант это когда девушка тоже несколько буквально вот моим поле случаев клиенток моих слушательниц когда внешне все хорошо и муж хороший но любви не это уже полета нету и там тоже тормозит социум но он уже тормозит с другой стороны по-другому он мешает выйти из этих отношений пойти за своей душой это может быть даже не пойти в новые отношения это просто пойти на свободу и раскрыться да и по крайней мере не портит жизнь ни себе ни другому человеку живя без вот этой вот истинной любви и там тоже вот этот этот же социум включается и внутри снаружи когда внутри начинают говорить голоса но он же такой хороший но это же бессмысленно или это же очень тяжело выходить из таких отношений даже страшно кстати у меня сейчас в друзьях не помню упоминала я тоже если в друзьях через youtube познакомились девушка общаемся по ватсапу которая в отношениях тоже с близнецом пламенем кто не знает что такое слушайте мои предыдущие трансляции или гуглите вот и при этом она замужем за где там в швейцарии соответственно за швейцарцем и очень там вообще тяжелые отношения уже живут как соседи и тоже мы с ней общались и вот она сейчас тоже приходит к тому что все надо собирать энергию собирать ресурсы разрешать вот эту ситуацию разъезжаться расходиться с мужем потому что идет слив энергии любовь к совершенно другому человеку а будет вот это все но это вот типичные ситуации сейчас дальше вот еще та же ситуация вчера уже проводил глубокую тета-сессию до целительную полноценную работаем с девушкой и чувство вины вылезает за что чувство вины что развелась уже вышла на свободу уже развелась мужчины там может был иностранец и встретил уже новые отношения где гораздо все гармоничнее спокойнее гнетет вот это вот чувство вины то есть тоже эго программы тоже вот эти вот вирусные до старые программы отягощают жизнь казалось бы живи радуйся тебя прекрасный муж будь счастлива нет чувство вины и тяжело и там соответственно психосоматика включается нет ресурсов вот это вегетососудистые дистонии мы это все разбирали раскапывали на на раскопки уже и разбираемся чувство вины почему потому что никто в роду не разводился все там мамы папы родственники все жили кто-то жил долго и счастливо кто-то жил вместе долго и несчастливы и тяжело но в роду вот это вот история что правильно вот так и соответственно девушка да вот это вот женщина пошла получается против да против вот этих вот устоев установок рода и это сложно очень почему вот если вы чувствуете что у вас тоже похоже какой-то раз колбас обращаетесь на индивидуалки у меня сейчас женский курс прекрасный стартовал где мы много с этим со всем работаем то что нужна поддержка потому что иначе ну вот она ощущался белой вороной да она ощущалась и какой-то не такой соответственно не принято не признаны и мы все это на сессии исцеляли разбирали до работали с родом с ее программами установками по крайней мере в на сессе очень большое облегчение она получила будешь меня слушать привет и надеюсь после тоже как правило это все начинает разворачиваться уже по-другому и активируется именно энергия безусловной любви потому что у нас часто бывает страх да вот эта вина какие-то опасения и просто так почему сложно бывает от них освободиться потому что мы не привыкли пропускать просто вот эту энергию безусловно любви но не зря говорят любовь исцеляет все и когда мы вместо вины вместо страхов начинаем просто транслировать до этого энергию быть в любви начинаем любить свой род своих близких своих мужчин там бывших настоящих то есть все начинает исцеляться напишите что-нибудь не я вижу что вы присоединились как вам идеи но что-то наверное я повторяю же не новая но все равно приходит знаете с разных сторон это все смотришь наблюдаешь хочется делиться дальше 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 и так суть в том что вот этой вот старой матрицы вот этим вот всем нашим эго программам никакая любовь не нужна это вот надо тоже понимать и даже вспомнить до нашего льва толстого с его анны карениной насколько это да было трагично когда сейчас может быть это не так трагично уже когда мы начинаем выбирать любовь они вот эти вот все устои но это тоже может быть тяжело и есть такая идея на моем обучении тоже где я сама сейчас обучаюсь на курсе женском сакральном обсуждали такую тему что возможно через сколько-то лет может быть через 30 через 20 через 50 но вполне возможно что мы все разобьемся уже эволюционируем настолько что будем смотреть вот на эти наши сценарии когда женщина жила без любви или же женщина жила потом из-за денег да и просто потому что страха что я сама себе не обеспечиваю смотреть также как мы сейчас смотрим на тему там до историю санны карениной которая просто не могла развестись потому что это было очень и очень сложно это был какой-то ужас сейчас мы уже разводимся в целом гораздо легче да так вот по моим ощущениям эволюция нас идет к тому что через какое-то время мы просто все начнем жить по душе и по сердцу из-за вот этой энергии безусловно любви и будем вспоминать или смотреть на какие-то наши истории собственные или там чужие вот это время что это так же странно будет как для нас он странно что женщина не может просто взять и развестись на вот соответственно почему еще такой противоречие возникает потому что любовь сама по себе она нелогично она часто иррационально когда мы начинаем выходить знаете вот переходить из ума нашего да вот этих вот всей жесткой логики привычных каких-то сценариев переходить в пространство сердца то часто оттуда возникают какие-то совершенно необычные решения нелогичные это может даже наш мозг воспринимать как какую-то странность вот как у меня у меня часто я довольно давно живу из пространства сердца на и как у меня были в жизни ситуации когда я например вписал на курс по тета-хиллингу кто-то уже слышал наверно рассказывала я не собиралась идти обучаться я не собиралась становиться инструктором тета-хиллинга но однажды я услышала это кстати похоже вот тема с любовью и тема с нашим предназначением даст развитие там похоже принципы работают когда мы идем за сердцем так вот я не собиралась я не собиралась ведь обучаться но случайно на случайно да мне выпадается видеоролик в интернете где ли она стай был автор метода приглашает на курс а у меня в то время были сложности были в сложности с бывшим мужем с финансами всего там выпивкой ну были запросы на самом деле и вот она что-то рассказывает говорит там приходите будут трансформации и я просто вдруг ощущаю знаете как будто ее какой-то фантом то фантом такой из этого ролика в золотистом свете вся вот она в золотистом сияниках вот она лично ко мне обращается и горит ну типа давай уже приходи уже парахи я такая чур-чур-чур то есть понимаете мозг сразу начинает а и причем я потом смотрю на стоимость инструкторского курса стоимость там была порядка 80 тысяч это был 2016 год для меня тогда это было много сейчас уже вполне приемлемые суммы вот и мозг сразу начинает говорить ну куда ты а я причем я понимаю что пойти на инструкторский мне надо пройти базовый продвинутый на тот момент 2 надо было пройти тоже заплатить деньги там они 1017 стоили еще два курса вот и мозг такой сразу начинает считать я понимаю что мне надо будет выгрести все сбережения а мне без сбережений очень некомфортно жить но есть такая программка все-таки иметь что-то и такая борьба началась до ума и сердца но сердце победила довольно быстро потому что я не могла уже забыть вот это вот сияние вот этот вот свет и абсолютно не жалею огромные перемены у меня пошли кстати имейте идут всем у кого сложности да вот с программой проходите проходите курсы обучающие по тета-хилингу у меня уже есть желающие запросы возможно в конце апреля я буду базовой снова проводить и продвинутый тоже уже хочется давно так что имейте ввиду и очень много у меня перемен пошло после этого когда я пошла за своим сердцем то же самое касается с мужчин с мужчин мужчин да иногда вот как у меня получилось на что вот точно так же сердце моё стало говорить что вот любовь моя там их на то есть вот все свет вот он там в этой стороне мозг когда это случилось ноябрь декабрь до январь меня колбасило между мозгом и душой и душа говорила мне что мне пора завершать вот отношения с моим прекрасным французским мужем мост мне говорил ну нет ну давай какой-нибудь компромисс ну давай но он же такой хороший он заботится о тебе вас выстроенные отношения все хорошо но опять же выбрала я душу пошла за собой ничуть не жалею хотя новых отношений нету я свободная женщина в каком-то смысле но меня прет потому что есть вот эта вот любовь и я дала ей просто место быть я не стала ее подавлять как раньше на самом деле я ее чувствовала все эти 16 лет но так или иначе ну таков пусть был видимо так или иначе подавляла говорила что но это что-то пусть будет такая духовная на втором плане ну так надо было вот но я ее чувствовал на самом деле и и сейчас уже решила окей ну раз раз господь дает я не буду с этим бороться я буду следовать за этим и даже если нету отношений там на физике вот я могу сказать что когда чистый вот этот канал да у вас многое может не сто процента конечно еще чистый но уже много это программ травм обид зависимости всех этих программ жертвы расчищена то сам по себе вот этот поток безусловно любви он просто дает огромное счастье кайф и просто прет просто от того что ты любишь и ты ты в этом ты это позволяешь этому быть вот так вот так ну как вы там отзывается очень леночка привет девчонки у меня женского курса смотрю да не буду долго сегодня потому что в 19-30 у нас вебинар по курсу женщин нового времени девчонки девчонки дальше что еще на эту тему я хотела сказать да что в общем вот вот этот вот поток до поток энергии не зря кстати говорят бог есть любовь да есть такое выражение мы сегодня в чате на большом по открытым вебинаром тоже обсуждали тему любовь как этого и нарисовать что это и мы с ларисочкой моей любимой байком поделились тем что для нас ты как раз энергия и по сути для меня это в каком-то смысле любовь это и есть бог это вот это вот этот поток божественной энергии соответственно очень важно его раскрывать и когда мы раскрываем его в себе там и по сути раскрываем божественной себе вот он путь он простой очень с одной стороны но с другой стороны может быть это не простым когда у нас очень много препятствия к этому есть и страхов и прочего я могу сказать что опять же там вот этот поток он может восприниматься опасным потому что он начинает разрушать старые то что уже отжило и я помню кстати я сама иногда подсмеивалась вот у меня одна подружка есть у которой была любовь и любила мужчину страдающего алкогольной зависимостью иногда смотришь со стороны но это вообще не логично но это странно но это какая-то хрень ну да он ей особо ничего не дает понятно что там были программы определенные семейные родовые но я сейчас вспоминаю я думаю что ну я зря обесценивала ну прямой я ничего не говорила но я понимаю что это 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 священная в каком-то смысле да если есть вот это вот любовь дальше еще плюсы все-таки идти в любовь на мой взгляд помимо того что просто раз начинает передано здесь есть опять же сложность может быть в том что если у вас много вот этих вот эго программ или старых ран и травм сначала это будет больно когда вы начинаете открывать сердце когда вы начинаете идти за этим потоком когда вы начинаете перемещаться из головы в пространство души и в тело тоже да в теле записано много боли может быть да в сердце тоже могут сидеть всякие тяжелые вот эти вот чувства и начале будет чистка и соответственно почему многие боятся любви да вот это вот все колебания просто потому что не хочется идти в бой но когда ты эту боль проходишь все становится гораздо легче я могу сказать что у меня у меня до сих пор бывает да вот эти чистки и то что я уже делилась на декабрь и январь меня так почистила неплохо я и ревела и пострадала но я уже нормально страдаешь когда осознанно просто ревешь пропускает что все один из моментов был когда мне мой любимый написал что у него недавно родился третий ребенок вот и мое эго просто я конечно ему ничего не стало писать но возможно послушать эту трансляцию знает что конечно моего очень очень прям стала ломать и мозг стал мне говорить куда ты лезешь ну да человек семейный ну как ты там вообще не нужно ты там ну к чему это все и мне очень хотелось ой прям вспоминаю слезы тоже поступает знаете очень хотела закрыться это все забыть и просто вот все забыть закрыть всю эту историю но что происходит когда это вот истинно это ваша да ну вот это вот поток идет туда только я начинаю думать что все нет 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 уберите от меня это все мне тут же знаки самый прикольный было когда я открываю тут же узнаете вот эти мысли в контакте открываю и у одной девочек пост вылезает такая смешной котик какой-то там на картинке и надпись несмотря на все такое ничего еще не все вот это вот путь любви он вообще нелогичный то есть по логике надо все завершать убегать оттуда и не знаю продолжать отношения с прекрасным фредом до который очень хорошо ко мне относился да где все стабильно где все понятно где все логично и все простроено но сердце вообще вообще действует простому абсурдно но это это путь и он выводит нас совершенно на другие уровни и на другие горизонты и еще были конечно тоже ситуации где и голова маме колбасил и там когда мужчина тоже вот эта травма отверженности когда я пишу что-то он не отвечает например вот но когда вы выходите все-таки прочищаете вот это все все штуки я не зря я пошла на добаюкивание за тогда поняла что вот блин детские травмы мои просто опять цепляются потому что человек очень дорог и он прямо глубоко невольно даже до невольно глубоко начинает цеплять вот эти вот нестеленные вещи прямо вроде ничего даже не делает но не ответил несколько дней до но прямо и я пошла сразу устиляться это довоюкивание сессии в курс писалось да и понимаю что ну надо работать с собой потому что ну какие еще варианты уже нет никаких вариант все это и и дальше что и дальше когда это прочищается ты выходишь на следующий уровень да вот поток безусловной любви расширяется все больше соединяешься со своей душой из этого пространства уже то что раньше триггерила колбасила она перестает так тебя триггерить перестает задевать я сейчас даже смотрю я общаюсь с ним с другими людьми то что раньше меня выбивала ты когда начинаешь общаться на уровне души ты соединяешься со своей душой во первых и ты также когда ты соединен со своей душой ты соединен с пространством сердца это помогает также общаться с другими людьми даже если они в эго программах даже они в защитах ты все равно чувствуешь их сердце ты чувствуешь что у них на душе и ты понимаешь почему они так себя ведут и мне прям инсайты стали приходить и вот про моего любимого мужчину и про других людей с кем я общаюсь и про фреда просто стали приходить инсайты и ты начинаешь понимать что они действуют так и страха из-за своих каких-то опасений им больно им боязно им еще одиноко может быть еще что-то и тогда нет обид никаких вы понимаете то есть ты выходишь за свои защиты из своего эго и ты тогда видишь просто как проявляется чужой эго ну вот у него так ну такие вирусные программы запустить такие устаревшие программы какие-то запустили ну окей но ты за всем этим видишь душу ты за всем этим видишь эту любовь и также например на фреда я стала совершенно по-другому реагировать вот этот месяц который я была в африке ну во первых я уже понимала что это прощальный месяц и это тоже мне облегчило возможно у меня просто к нему такая раскрылась тоже безусловно любовь но именно уже больше такая сестриская какая-то дружеская и даже когда он стал там в какой-то момент что он понял что происходит то я уже стал делиться что я люблю другого мужчину и он у него тоже включились программы что я там разрушу ему жизнь меня там какие-то угрозы пошли я ему там напишу его жене напишу а я вижу все это мне вообще знаете у меня просто огромное сострадание любовь потому что я просто чувствовала просто чувствовал как ему тяжело как ему больно и ты чувствуешь и ты не втягиваешься в это ты просто со стороны смотришь ну понимаешь что ну сейчас вот так вот работает у него эти программы и я максимально старался его тоже наполнить любовью как-то там на расстоянии я понимала что напрямую сложно да вот человек ну конечно погрузился страдание тяжело для него это было все вот что еще сейчас глотну водички скоро буду заканчивать а мы сегодня на женском курсе активации такую практику будем делать с розами девочки у меня розочка ты живая практику с розами как раз на очищение и раскрытие сердечного центра так прекрасные слова находишь на это это жаль ну красивый опыт был у тебя с ним до опыт у нас был очень красивый жанночка привет и благодаря тебе помнишь я у жанны я тоже была на расстановке мы делали расстановку на идеальные отношения причем в расстановке там получалось что вроде как мы с фредом но очень интересно все развернулся то есть у меня был запрос я с разных сторон у меня был запрос улучшить отношения или я чувствую что что-то не хватает и был запрос и на отношении чтобы там был духовный план да чтобы там были был контакт по верхним чакрам тоже на чтобы там было какое-то совместное духовное развитие мы сделали расстановку ой но очень-очень все интересно я вот это как раз хотел тебе рассказать же поделиться ну так расскажу вот и кстати говоря интересный момент я тогда его отметила для себя в расстановке фигура девушка изображала фигура идеальных отношений я в этой фигуре уже тогда я увидела вот своего любимого мужчину но я подумала что ну просто вот этот образ он или в идеальных отношениях но вот эта энергия вот почувствовала просто его энергии то сего энергия она мне всем преследовала ближ можно сказать он до сих пор мне говорит что это все твой ум что это там твои какие-то я могу признать что это да это возможно энергия моего внутреннего мужчины потому что все взаимосвязано но она вот звучит так же как звучит энергия вот этого моего мужчины даже она пишет я не знала ну да ты не знал очень-очень был сразу красивый опыт да и фреда словно любовь посылаю он сейчас со мной перестал общаться но я понимаю почему так ему это все нелегко лида пишет основная задача человека который выбирает путь любви вычистить ее от боли тяжелых эмоциональных вибраций стопроцентно стопроцентно вот но и напоследок до жан ты не знал но это в том числе видимо результаты этой наши с тобой тогда расстановки то есть жизнь показал что идеальное отношение все-таки не с ним вот и не что еще что еще в общем еще тут у меня есть плавненько наверно буду заканчивать сейчас еще несколько моментов давайте еще помимо того что приходите на женский курс кто еще не там напоследок несколько фраз я люблю вообще коллекционировать целый есть такой раздел у меня в компьютере всяких фраз инсайтов фразочек которые мне откликаются частности фраза про любовь просто вам прочитаю поделюсь потому что не успеваю их никак выложить жанна пишет дома у тебя будут однозначно очень высокие отношения да на самом деле они у меня уже есть внутри я уже ощущаю то есть вот посмотрите когда ты выходишь в это пространство весло на любви уходит дефицит уходит желание прямо схватиться за мужчину и перетащить его там женить на себе охмурить вот реально честно скажу мне этого нету да у меня есть желание увидеться быть не мы давно не виделись но она спокойно я говорю себе как бог даст как бог даст вот так и танка нет нет я одна буду кайфовать но суть в том что внутри я чувствую что вот это вот эти вот идеальные отношения между мужской женской энергии они все больше простраиваются расцветают я так это ощущаю как мы внутренние мужчины меня любит просто залюбливают заботиться мы с ним разговариваем роман с тобой собой такой активный и со своим внутренним мужчиной на я его считаю освещают энергии ощущая эту тантру ощущаю это счастье да танюша настя давно тебя не слушала то случайно увидел эфир обнимаем очень трогательно пусть все получится да как будто настя сейчас более целостная стала как будто фред привносил немного десанат да в последнее время он привносил десанат потому что я уже чувствовала что мне недостаточно да что он не попадает целиком мои ну куда вот мои вибрации мои настройки мои запросы и поэтому приходилось где-то все равно не быть самой собой где-то ну наступать на горло собственной песни подстраиваться подлаживаться понимая его ну то есть до этом была и хорошей девочкой периодически и вот удобной женщины и это все сдерживало и сейчас я ощущаю кстати гораздо больше энергии когда я вышла из этих отношений да да это было тяжело до были метания определенные но сейчас я ощущаю гораздо больше целостности больше энергии что я живу все больше в согласии с собой это да спасибо дорогие ну давайте несколько раз и все уже и все уже час смотрю смотрю что вы пишете для гармоничных для гармоничного и счастливого союза важно чтобы обе половинки были максимально целостными да и все больше к этому прихожу если раньше да это известные вещи но вот ощущая по своему опыту по опыту своих там подруг что пока мы у нас сильные детские части все эти травмы то мы привлекаемся с другими там с нашим мужчинами этими травмами начинаем друг друга триггерить и осложняются даже там где есть любовь вот то что девчонки мои на диагностиках мне рассказывать я вижу там есть любовь но там нету еще целостности нет еще исцеленности и происходит трэш только любовь с привкусом трэш еще фразочка мне понравилось жизнь это путешествие страха в любовь как вам следующее все что происходит было задумано нами и в основе всего энергии любви все остальное лишь декорации и все что происходит было задумано нами быть любимой или любимым это наш собственный выбор сто процентов тоже согласна здесь потому что девчонкам часть тоже не наговаривала дефицит любви все эти темы что нас бросили нас отвергли нас не любят это все иллюзии потому что мы все есть любовь уже изначально мы часть творца когда часть энергии безусловно любви и это очень очень странно с точки зрения творца ощущать себя нелюбимой потому что мы есть любовь следующее любовь это самая мощная трансформация это последний кстати которая способна трансформировать наше эго вот так друзья у кого есть запросы на трансформации эго любить открываетесь этому потоку идите за своим сердцем исцеляете его равные травмы приходите на диагностике кстати еще я там анонсировала что на 10 дней подольше сейчас буду проводить то что мы собираюсь путешествие пока отложили с подругой с детьми поэтому кому еще актуально всего 900 рублей 20 минут общения со мной такой прекрасный я вам говорю с чем работать куда двигаться что вам мешает вот так что тоже приходите пишите в личку кому актуально вот завтра у нас спонтанные танцы в зуме под свободный тоже пишите в личку кто еще не знает из не с нами очень кстати тоже помогают пропускать в принципе пропускать энергии становиться все более такой энергопроводимой и именно из тела вытряхивать вытанцовывать все эти зажимы блоки и прочее сама танцую с удовольствием и всем вам рекомендую особенно девчонкам женщинам хотела тоже важно всего дорогие всем обнимашки я рада так все всем пока девчонки на женский наш курс через пять минут в зуме встречаются пока Продолжение следует...